Приветствую всех вас, братья и сестры! Мир вам! Господь благословил нас, и мы встретили день воскресный, и в этот день у нас будет особое служение, или служение особой темы. Мы будем вспоминать смерть и страдания Иисуса Христа, и я хотел бы призывать всех нас к тому, чтобы нам оставить все заботы, какие-то суетные мысли. В притчах мы читаем «Божий человек молится суету и ложь удали от меня». Целыми днями мы в бегах, целыми днями решаем какие-то вопросы, которые бывают настолько поглощены, что если нужно переключиться на какую-то другую тему, это очень сложно нам удается. А сегодня я хотел бы попросить просто, чтобы мы попросили у Господа, Господь, помоги, чтобы я все стремления, желания, взоры моего сердца направил вот сюда. Потому что постоянно суета. А сегодня давайте подумаем и поразмышляем о самом главном, о самом важном, о том, что имеет значение для вечности и также для полноценной жизни здесь. Это Божий Сын Иисус Христос, это совершенный им труд, это голгофа, это страдания, это смерть, это насмешки, унижения, это какие-то возгласы и его терпение, которое проявилось в самой великой мере и способность прощать. С какой бы стороны мы ни посмотрели на Иисуса, в нем мы видим образец достойный подражания. И закончится собрание, мы опять уйдем, будем среди людей, будем в каких-то обстоятельствах, ситуации будут складываться, может быть, не совсем благоприятные, но нам, как Божьим детям, необходимо будет правильно ориентироваться и знать, как поступать в каждой отдельной из них. Я читаю Евангелиста Иоанна, 19 глава с 14 стиха. «Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой, и сказал Пилат иудеям, «Се, цар ваш», показывая на Иисуса, который был в обезображенном виде, но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Гогофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было, «Иисус, Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Я думаю, что, когда я читал эту историю, перед нашим взором сразу же вставала картина. Суд у Пилата. А вот если бы мы были свидетелями, нам очень интересно было бы услышать, каким тоном Пилат объявил «се царь ваш», каким было выражение его лица, о чем говорили его глаза в это время, потому что те же самые слова можно сказать в почтительном, уважительном тоне, а можно сказать с насмешкой, с унижением, с презрением. И вот каждая деталь, она имеет особое значение. И вдруг, не хотим его, распни и все. И, наконец, он согласился с их требованием и отдал на распятие. Дорога по Виаду Адолароса к месту распятия. И говорят историки, что и в то время это было суетное место. Он шел как сквозь строй. Тысячи людей или взгляды тысяч людей сопровождали его. Наверное, немногие сочувствовали, сострадали. Были и те, которые скорбели. Женщины, дшери, иерусалимские, он так говорил, они плакали, глядя на него. Он сказал, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. И шаг за шагом, избитый, униженный, окровавленный, израненный, он простирается или приближается к месту своего распятия, Голгофе. И вот момент, он уже повис на кресте между двух разбойников. Мы очень много, очень часто слышали это повествование. Но я помню где-то историю, когда Мендельсон дирижировал произведение «Страсти» по Матфею, то в момент дирижирования большому хору вдруг он получил откровение, что тот, о ком хор поет, тот, о ком звучат такие аккорды и голоса, он является не просто человек, который был в истории, а он действительно Божий Сын. И вот это был момент уверования. Может быть, у кого-то из нас какой-то момент, когда еще-еще об этом будет возвещаться, и вдруг что-то произойдет, откровение придет, и ты увидишь, ты поймешь, что это Божий Сын. Это мой Спаситель. Кто-то сказал, что если мы знаем, что Иисус умер, то это история. А если мы верим, что Он умер за меня, то это спасение. Я верю, что Он умер за меня. Дорогой брат, дорогая сестра, веришь ли ты, что Он умер из-за тебя? Аминь. Давайте помолимся, давайте поблагодарим Господа и попросим Ее благословения на это предстоящее собрание. Господи Бог наш, в самом начале нашего служения этим воскресным утром нам хочется увидеть Тебя. Нам хочется, чтобы устраниться от суеты. от этих повседневных забот, от этой беготни, которая поглощает нас, и мы как в потоке несемся. Господи, сегодня наше молитвенное ходатайство, чтобы Ты помог нам остановиться и всмотреться туда, где на горе Голгофе, на лобном месте были воздвигнуты три креста, и на среднем из них распятый Иисус. надпись, о Нем разные говорили, о Нем по-разному думали, Его по-разному воспринимали, но мы сегодня верим, что Он Божий Сын, Он Спаситель, Который, совершая наше спасение, умер за вину и за грехи всех людей. И слава Тебе! И эта надпись, которая на трех языках была написана на этой табличке, она говорила правду. Он, Иисус Назарей, цар иудейский, но не только иудейский, а цар, царей Бог богов и Господь господствующих, и Господин жизни тех, кто поверил в Него, и кто свою жизнь поручил Ему, отдав свое сердце, быть храмом для Его присутствия, для Его обитания и для Его водительства. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Путь же, это день и это собрание будет временем особого переживания, встречи с Тобою, осознания, переосмысления, Господь, еще, еще, чтобы сияние Голгофы, и результат Твоих страданий, они были близки, дороги и понятны нам, Господи. А Твоим именем благословляю, Господи, каждого братика, каждую сестричку, молодежь, деток, гостей, да будут благословенны Тобою, Господь. Помоги нам, Иисус, чтобы действительно эта встреча состоялась, и чтобы мы могли радоваться тому, что не только знаем, а имеем Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Тебе вся слава, честь, и хвала да будет наш Господь, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Поем вместе с группой «Поклоняйся, Господи». Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забленью, собрались, чтобы слышать слово, собрались и поднявши к небу, без сомнения и страха руки, мы так жаждем, Отец Небесный, исполнение Святого Духа. О, хвала! Да откроется небо! О, хвала! Изобилие хлеба! О, хвала! Эта радость святая да оживит сердца. О, хвала! О, хвала! Да откроется небо! О, хвала! Изобилие хлеба! О, хвала! Эта радость святая да оживит сердца. Уходя, завещал нам Спаситель, Вы не бойтесь, малая стада, Я уйду, но придет утешитель, Он утешит, поддержит нас нами, Царство вечное приготовляя. Я однажды вернусь за вами, И тогда никакая сила Не разручит уже меня с вами. О, хвала! О, хвала! Изобилие хлеба! О, хвала! Эта радость святая да оживит сердца. И во имя Иисуса сегодня Отвергая любое сомнение Уповая на милость Бога Говорим этим беснопением Мы сегодня по праву наследства Исполняясь Духа Святого Будем с небом иметь общенье О, Хасан на Кресту, Аллилуйя О, хвала! О, хвала! Да откроется небо О, хвала! Изобилие хлеба О, хвала! Эта радость святая Да оживит сердца О, хвала! Да откроется небо О, хвала! Изобилие хлеба О, хвала! Эта радость святая Да оживит сердца О, хвала! Да откроется небо О, хвала! Изобилие хлеба О, хвала! Это радость святая, даже и в сердцах Иисус наш, мы благословляем имя Твое И просим Тебя, пускай откроются сегодня небеса И зальется Твоя благодать, Господь наш Мы так нуждаемся в том, чтобы сегодня Дух Святой Служил нам и церкви Твоей, народу Твоему Господь, благодарим Тебя и благословляем имя Твое Жажда наших сердец иметь общение сегодня с Тобой Господь наш, размышлять Господь мой Думать о том, что Ты сделал для каждого из нас Иисус, это прекрасно, это славно, Господь мой Быть в общении с Тобой О Дух Святой, мы так нуждаемся сегодня в Тебе Мы так нуждаемся в Тебе, Господь наш Иисус Когда приходишь, Ты оживает все, Господь Иисус Все меняется, Иисус, и мы в это утро Воздаем славу Тебе, потому что Ты достоин Господь наш, слава Тебе Я благодарю Тебя, Господь Иисус То, что Ты однажды придешь за нами Слава Тебе, Господь Я благодарю Тебя за то, что наша надежда, Господь мой Иисус, она не будет постыжена, Господь наш Иисус, слава Тебе, Ты готовишь прекрасные обители для каждого из нас, я благодарю Тебя, Иисус, я благодарю Тебя за победу Твою, за то, что в победе Твоей на Голгофском кресте есть жизнь для каждого из нас, слава Тебе, Господь, я благоставляю имя Твое, благодарю Тебя, благодарю Тебя, мой Иисус, благодарю Тебя, мой Господь, Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, Господи, пускай откроются источники, Господи, полется эта живительная влага для каждого из нас. Господь наш Иисус, сердце наше открывается, как цветок, Господь мой Иисус, перед Тобой. Иисус, и мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, Бог наш и Спаситель наш. Славу Тебе воздаем, благодарим Тебя за прекрасное время в жизни каждого из нас. Мы в церкви, Господь мой, мы молимся, мы поем, мы славим имя Твое Божие, мы слышим Слово, Господь мой Твое, слава Тебе, Божие. Благодарим Тебя за то, что Ты Бог, дающий нам прекрасное время. Слава Тебе, наш Иисус, слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя Тебе, наш Господь. Благодарим Тебя и благословляем имя Твое Божие. Хотим успевать всю славу Тебе, потому что Ты наш Бог, и нет другого Бога. Слава Тебе, Иисус наш. Иисус мой Спаситель, Бог, нет подобных Тебе. Опять и опять хочу воспевать чудеса Твоей святой любви. Мой мир, мой кровь, твердыня и крепость моя. Всем существом, жизнью моей, буду поклоняться Тебе. Пусть вся земля Богу песню Свою, Сила величия и слава Царю. Склонятся горы, восстанут моря, Слыша имя Твое. Ты даришь радость, Богу лодь, Иисус нашел. Навеки люблю, я навеки с Тобой. Ты упование и крепость моя, лишь Ты. Иисус мой Спаситель, Бог, нет подобных Тебе. Опять и опять хочу воспевать чудеса Твоей святой любви. Мой мир, мой кровь, твердыня и крепость моя. Всем существом, жизнью моей, буду поклоняться Тебе. Пусть вся земля Богу песню Свою, Сила величия и слава Царю. Склонятся горы, восстанут моря, Слыша имя Твоё. Ты даришь радость могучей рукой, Навеки люблю, я навеки с Тобой. Ты упование и крепость моя, Лишь пусть вся земля Богу песню Свою, Сила величия и слава Царю. Склонятся горы, восстанут моря, Слыша имя Твоё. Ты даришь радость могучей рукой, Навеки люблю, я навеки с Тобой. Ты упование и крепость моя, Лишь Ты упование и крепость моя, Лишь Ты упование и крепость моя, Лишь Ты... Иисус, мы благословляем имя Твое Божие За то, что Ты наша крепость, Ты наш мир, Господь мой надёжное упование, Господь мой Иисус, слава Тебе! Благодарю Тебя и благословляй имя Твое. То, что Ты касаешься наших сердец, Господь, слава Тебе! Слава Тебе! Мы возвеличиваем и возвышаем Бог, Наш имя Твое, Благодарим Тебя за прекрасное время, Господи! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя, благословляю Имя Твое, Господь мой Иисус Ты все сделал для нас, Господь мой Иисус, Ты взял наши грехи, Ты взял наши болезни Господь, слава Тебе, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, Иисус мой Пускай сегодня у каждого будет осознание, Господи, то, что Ты все сделал для нас Господь мой, и придет благодарность в сердце Иисус, Ты достоин, Иисус, Ты достоин, Иисус, Ты достоин Аллилуйя Тебе Благодарим Тебя Благодарим Тебя за каждого спасенного Благодарим Тебя за исцеление Благодарим Тебя за церкви Господь наш, слава Тебе За то, что Ты есть в нашей жизни Господь наш, слава Тебе Мы благословляем имя Твое, Бог наш Всю хвалу и честь воздаем Тебе Ты достоин Аллилуйя, Аллилуйя Пророки сказали Что времени нет Каким Ты оставил Свой жизненный след Давайте все вместе И дружно, друзья Споем песню славы Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Господу Царю царей Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Господу Мы стали рабами Христа и сейчас Свобода и сила Его живет в нас Давайте все вместе И дружно друзья И дружно Своем песню славы Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Аллилуйя Пой Господу Царю царей Пой Аллилуйя Бой, Аллилуйя, Бой, Аллилуйя, Господу Царю Царей, Бой, Аллилуйя, Бой, Аллилуйя. Бой, Аллилуйя, Бой, Аллилуйя, Господу. Вокруг все так цыпко, но церковь стоит, В ее основании твердок огранились. и все руки и песни друзья споем песню славы аллилуйя я боя аллилуйя о я ну я господру царю царей аллилуйя аллилуйя о я господру царю царю царей бой аллилуйя бой аллилуйя господу царю царей бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя господру царю царей бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя господу царю царей бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя бой аллилуйя Господь, благодарю Тебе за то, что Ты Духом Своим Святым, касаясь и сердец наших. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что сегодня Ты пришел, чтобы благословить нас. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что мы можем молиться, искать лица Твоего, присутствие Твоего. И Ты приходишь и наполняешь с Тобой все вокруг. Благодарю Тебя за Церковь, за Дом Божий, за Твое, Господи, благословение, что мы можем быть детьми Твоими, предстоять пред лицом Твоим, молиться, взывать Тебе. И верим, что Ты слышишь, что Ты благословляешь. И сегодня, Господь, в этом служении мы вспоминаем смерть Твою, страдания Твоим, то, что Ты совершил для нас на кресте Голгофы. И в этот момент, Господи, мы создаем свое ничтожество, свою, Господи, беспомощность без Тебя. И, Господи, больше и больше благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты явил к нам в Сыне Своем Иисусе Христе, когда отдал Его Господь для того, чтобы всякий верующий в Него мог жить. Я прошу Тебя, пусть приходит эта вера, пусть приходит, Господи, сегодня Слово от Тебя, которое будет касаться сердец наших, которое будет менять нас, преобразовать нас и делать нас, Господи, быть похожими все больше и больше на Тебя, преобразоваться в образ Твой. Доверяемся в руки Твои, святые. Тебе слава и честь. Бог наш и Царь. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я размышлял о том, что говорит сегодня в церкви, и вспомнил один псалом, который, наверное, чаще поет молодежь. От погибели спасла меня милость Божья. В день отчаяния нашла меня милость Божья. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божья. И, наверное, сегодня цель моей такой маленькой проповеди, простой проповеди, это как раз преподнести эту истину, дорогие братья и сестры, что милостью Божьей мы с вами спасены, что у нас нет права надеяться на что-то другое, но только на Господа Иисуса Христа. И хочу предложить всем нам открыть, наверное, одно из таких ярких посланий апостола Павла, которые характеризуют вот как раз-таки эту глубокую истину послания апостола Павла к римлянам. Если говорить о послании апостола Павла к римлянам, то, наверное, нужно сказать, что оно уже написано Павлом, когда он был достаточно опытным, таким зрелым благовестником, проповедником. И многие исследующие послания к римлянам и вообще тексты Нового Завета говорят, что это одно из лучших посланий, которые наиболее, так скажем, ясно, наиболее емко раскрывают нам с вами суть нашего спасения, того, что сделал для нас Господь Иисус Христос. Апостол Павел никогда не был в церкви, то есть вот в это время еще не был в церкви в Иерусалиме. Наверное, он только мечтал о том, чтобы попасть туда, и позже у него была возможность посетить, возможно, увидеть этих людей, но совсем не так, как, может быть, даже предполагал апостол Павел. И вот этим людям, которые жили в достаточно нелегкое время, которые жили в городе Риме, особенно в городе, наверное, того древнего мира, в городе, где вершилось множество судеб, где творилось множество несправедливости, где христианам относились достаточно жестоко. Вот пишет апостол Павел свое послание, и он пишет, вот не просто поддерживая их, но раскрывая им суть того, что сделал для нас спаситель. Я хотел бы начать читать первая глава, 16 стих и ниже, давайте посмотрим. «Ибо я не стыжусь благовестования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Я думаю, что очень ясно, что апостол Павел хорошо понимал суть Евангелия как силы Божьей ко спасению всякому верующему человеку. И он говорит, разве можно этого стыдиться? Разве можно стыдиться этой силой Божьей, которая спасает людей, которая избавляет людей от пагодных привычек, пристрастий, которая меняет жизнь людей, делая их лучшими, просто примеряет врагов, избавляет от всего этого ненужного? Это сила Божия, потому что другого такого не существует, другого способа нет. И он говорит, вот в этом-то и заключается суть Евангелия. И 17 стих, он как будто повторяет одну из таких величайших истин, которая уже написана была в Ветхом Завете, «Праведный верою жив будет». Дорогие братья и сестры, это написано, я думаю, что вы знаете, в книге пророка Аввакума. И, возможно, цитируя Аввакума, он как раз-таки находился в подобных переживаниях, что находился и Аввакум. Аввакум очень четко в своей книге, в пророчестве, он писал то состояние, в котором находился он. Он говорил, что в этом мире есть два ответа на те вопросы, которые ставит нам жизнь. Есть два течения, два направления, по которым живут люди. И когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, когда какие-то несчастья приходят на страну, на жизнь человека, когда ты видишь то, что свершается, и ты уже иногда не можешь молчать, начинаешь задавать вопросы, ты начинаешь кричать Богу. Есть два пути и два ответа. И один из простых или первых таких ответов, которые чаще всего используют люди, это получить ответ на те проблемы, которые внутри меня есть, с помощью человеческой обыкновенной мудрости. И Аввакум говорит, что Господь ему открыл, что эта мудрость, которая является человеческой, она не приводит ни к чему. Ты вроде бы получаешь ответы на свои вопросы, но жизнь ставит больше и больше вопросов. И получив ответ на один вопрос, в твоей душе, в твоей голове рождается множество новых вопросов. И человек остается невнутринаренным, он остается без ответа, он снова ищет ответы, ему снова нужен ответ. И есть вторая истина. И вторая истина – это жизнь по вере, дорогие братья и сестры. Это тогда, когда человек вручает свою жизнь в руки Господа Иисуса Христа, и тогда меняется все, меняется отношение к жизни. Даже в случае самых тяжелых последствий, того, что мы видим и происходит в мире, даже тогда, когда ты видишь множество несправедливости вокруг, когда встречаешься с какой-то очень жестокостью, ты начинаешь понимать, что есть Господь, Который всем правит, есть Господь, Который руководит, Который держит в руке своей весь мир, Который меня держит. И вы знаете, это истина, она помогает верующим жить. Эта истина меняет наше отношение к жизни. Эта истина помогает нам, с верой поднимавшись взор к небу, снова продолжать действовать. И у Вакума, если вы помните, сродилась целая песня. Он говорил о том, что в том, что происходит вокруг, в том, что он видел, надвигаются вражеские войска, в том, что эти войска опустошают землю, те, что эти люди, они уничтожают все живое, движущееся на земле. Он видел это своими глазами. Это действительно было нашествие в мировой империи на их страну. Это был, наверное, последний момент Израиля, когда он терял свою самостоятельность. Он сказал, я вижу Господа в этих людях, которые движутся. Я вижу, что идет Господь. И что, если это Господь? Если в этом есть Господь, тогда что бы ни произошло в моей жизни, как бы ни повела нас судьба, даже если бы изменила Нива, даже если бы виноградник не дал нам плода, даже если бы все то, что мы надеемся, исчезло, но я буду надеяться на Господа моего, Спасителя моего. Дорогие мои братья и сестры, это основа нашей веры, это центр послания к римлянам, это наша суть нашей христианской жизни. Не живите, может быть, какими-то другими надеждами. Есть Господь. И если бы мы вручили свою жизнь в Его руки, это меняет все, это меняет все наше отношение в нашей жизни, дорогие братья и сестры. Апостол Павел в этом послании, я бы сказал, очень хорошо, он смотрит на то, что происходит. Он как будто так вот взгляд охватывает его все человечество. Он смотрит на окружающий мир и анализирует состояние людей в этом мире. И то, что он увидел, апостол Павел, в послании к римлянам, мне кажется, то, что он увидел людей, поделенных на таких две категории. Я думаю, что очень часто люди делят людей на эти категории. Но вот здесь как будто очень ясно, очень четко проведена эта такая грань, эта нить. И люди делятся на таких вот две категории, которые можно назвать праведники и грешники. Люди, которые живут праведной жизнью и люди, которые продолжают грешить. Неправедные люди. И вот суть, наверное, послания к римлянам. Мы не будем рассуждать над всем тем, что здесь написано, потому что у нас, наверное, не хватит на это времени. Я хочу поговорить только, наверное, первая, вторая и часть третьей главы послания к римлянам, увидеть себя в том состоянии, в котором находимся мы. Увидеть нас, вот где, в какой категории, дорогие братья и сестры, мы с вами находимся. И казалось бы, что здесь простого? Что здесь сложного? Я не являюсь грешником. Я, наверное, принадлежу к категории праведных людей. И, возможно, это так. Но, я думаю, что для нас очень важно определиться с нашим состоянием. Тем более, что мы сегодня вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. И Библия призывает, участвуя в вечере Господней, участвовать достойно, участвовать так, чтобы получить благословение. Недостойное участие в вечере Господней, оно наказуемо, оно имеет глубокие последствия. Поэтому сегодня давайте посмотрим с точки зрения Библии на наше состояние. И вот первая часть или первая группа людей, те, которые неправедные и грешные, апостол Павел о них пишет достаточно просто. В 18 стих он пишет «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Проблема людей, дорогие братья и сестры, не в том, что просто даже грех завладел ими. Дело в том, что вот здесь как раз таки написано, очень ясно, что люди, они знают истину, они понимают истину, им открыта истина, но что они делают? Они не обращают на нее внимания. Они даже более того, они подавляют ее всеми своими человеческими способами, не просто делают ее незаметной, но говорят, что это совсем не то, что нам нужно. И если нам нужно доказательство истинности этого стиха, я думаю, что просто надо внимательно посмотреть вокруг. Я буквально вчера беседовал с человеком, который знает Слово Божие. Наверное, знает достаточно хорошо и не хуже меня. Он знает Божьи требования к людям, но живет, подавляя, подавляя истину Божию. И в него как будто внутри находится какой-то дух противоречия. С одной стороны, знает истину Божию, но, подавляя ее, живет во грехе. И, наверное, оттого жизнь многих людей превращается в какую-то игру. Даже более того, они боятся, боятся остановиться и задают даже себе вопрос, куда я иду, для чего я живу. Вопрос о смысле жизни. И поскольку они начинают подавлять истину Божию и начинают открываться, здесь написано, изливаться гнев Божий на всякую неправду. Почему? Снова ответ в этом послании. Я хотел бы, чтобы мы читали дальше. Девятнадцатый стих написано, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видны, так что они безответны». Он говорит, апостол Павел, очень глубокую истину. То, что Бог, Он не молчащий Бог. Бог – это тот, который говорит к людям, обращается к людям, открывает себя людям. И наша проблема иногда просто в том, что мы не поднимаем глаза, наверное, к небу. И тогда нам стоит просто посмотреть, чтобы услышать голос Божий на творении, которое создал Господь. И Бог говорит, что через послание к Римлянам к нам обращается, что через это творение Он способен говорить нам, душам нашим. Я думаю, что у каждого из нас были моменты, когда, смотря на какое-то явление природы, на творение природы, смотря на то, что происходило в душе нашей, душа наша восторгала, мы удивлялись, как все замечательно и красиво сотворил Господь. Мы удивлялись разуму величия Творца, дорогие мои братья и сестры. И через рассматривание творений, через то, что мы будем обращать внимание на окружающий мир, Бог начинает говорить людям. И апостол Павел говорит, что это открыто для всех людей, поэтому у них нет ответа, нет другого оправдания. Им открыта истина Божия, им открыта сила Божия, они могли знать Бога, потому что Бог сам себя являет людям. И я верю, что это достаточно истина высокого ранга, дорогие братья и сестры. Но опять, люди что, не признают Бога, они отвергают истину Божию. Следующий отрывок послания к римлянам, в первой главе, он говорит, что дальше происходит. И смотрите, так как познав Бога, они не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленной сердцей, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный членному человеку, птицам четвероногим, пресмыкающимся, то предал их Бог, похотя к сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Очень интересное место. Но так происходит и до сегодняшнего дня. Отвергая Бога, отвергая Его величие, отвергая то, что им открыто было, люди ставят им прощенные. Она так, на стол какой-то предмет и начинает поклоняться Ему. Они ставят идола и начинают молиться Ему. А их как будто изменяется их разум, начинает превращаться, вот что-то не хватает их разума, и они начинают молиться кому угодно, солнцу, луне, начинают молиться молнией, которая дождю, и видят, что в этом Бог происходит. Вот так меняется сердце человека, но на этом не останавливаются, дорогие братья и сестры. И вот 28 стих, я все не буду по порядку читать, 28 стих, 1 главы послания к римлянам говорит, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратно ему уму, делать непотребство. И если человек не заботится в таком состоянии дальше, иметь Господа в своем разуме, в своем сердце, происходит что-то ужасное. Это как раз таки гнев Божий проявляется. И гнев Божий, мы иногда, может быть, привыкли к каким-то неправильным таким мыслям, когда думаем, что гнев Божий, это тогда, когда там он посылает на нас сверху молнии, гремит гром, что-то стучит, бьет. Он не так поступает, он просто отдает человеку этому греху, и этот грех начинает властвовать на человека. И смотрите, что дальше происходит. Человек теряет рассудок, меняет истину Божию дальше. Если не хочет иметь Бога в разуме, то их ум меняется привратному уму. Они начинают делать непотребства, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависть и убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательное зло, непослушным родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Здесь написано как приговор от этим людям, дорогие братья и сестры. И вот судя по всему тому, что происходит, можем мы, наверное, сказать, что это написано только для той категории людей, но посмотрите, вот иногда то, о чем здесь написано, неправда, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, распри, обиды, злонравия, нет ли его среди нас, нет ли его в нашей жизни, не происходит ли это с нами, дорогие братья и сестры, не попадаем ли мы в эту категорию людей. И проблема этих людей в том, что они знают действительно праведный суд Божий, но что делают? Не только это делают, но делающих грех одобряют. И посмотрите, как этот грех распространяется. Здесь написано, вот я не читал, не цитировал эти стихи о людях, которые заменили естественное написано о употреблении женского пола, предавший своим страстям, наверное, о той части населения, которая называет, может быть, себя голубыми или тому подобное. Вот, казалось бы, их не так много, но они сегодня все больше и больше приобретают влияние, оказывают влияние на нас. И не только, вот, не стыдятся своего греха, но наоборот, они выставляют свой грех наружу, они хвастаются своим грехом, они вовлекают в свои ряды новых и новых последователей, завлекают. Иногда думаешь, откуда это происходит, почему это происходит? Происходит потому, что люди отвергли Бога, отвергли Его как своего спасителя. Совсем недавно, в прошлое воскресенье, у нас в церкви было такое вечером особенное служение, когда мы вспоминали события уже, наверное, времен Гитлера, скажем так, Второй мировой войны, и вспоминали те события, которые называют Холокостом. Кстати, слово Холокост, это, я понял, что не только уничтожение евреем, еврейской нации, людей, миллионов, что было сделано во время Второй мировой войны, наверное, Гитлером, но более того, я удивился, увидев, что перевод этого слова, он соответствует слову, которое мы встречаем в Ветхом Завете, и когда говорим о жертвах, а это слово означает всесожжение, и мне как-то по-особенному коснулось это, я подумал, не связаны ли эти все события между собой. Я хотел обратить внимание, дорогие братья и сестры, знаю, что совсем тоже недавно, наверное, в прошлом месяце в Израиле вот люди, вообще, остановилось движение везде на две минуты, и они своими вот, тем, что, ну, прекратили всякое движение, они вспоминали этот день, ужас, который происходил с их народом. Но причиной вот этого массового уничтожения евреев, я думаю, что были убеждения вот правящей этой нации, Гитлера, и в основе этих убеждений было отвержение существования с Богом. Они учили и говорили, что Бога нет, а если Бога нет, то, наверное, все то, что они делали, они могли получить какое-то одобрение. И, дорогие мои братья и сестры, я понял так, что, к сожалению, вот уроки, даже истории, они не, люди не извлекают из них какие-то уроки. сегодня все больше и больше проповедуется об этом, говорится об этом. Наверное, лучшие университеты, лучшие учебные заведения, не только, я говорю, про нашу страну, но и в целом в мире, они учат именно этому молодых людей. Бога нет. И в результате выходят молодые специалисты, люди, которых изменен какое-то правильное мышление, отвергающее понимание Бога. Я все больше и больше слышу такие вести, которые молодые люди, закончив учебное высшее заведение, приходят домой и заявляют своим родителям, верующие дети, дети верующих родителей, что Бога нет. К чему идет наш мир, дорогие братья и сестры? Единственный результат, который можем мы увидеть дальше, это будет моральное разложение все больше и больше нашего общества. будет еще больше и худше, скажем так, извращаться вот эта сфера сексуальности, и люди будут предаваться какому-то разрату. Так, погибло уже много цивилизаций, именно по этой причине, но люди не извлекают уроки, все больше и больше предаются этому греху. Но вторая часть людей, о котором мы говорили, это те, которые хорошие, которые ведут себя прилично, иногда их называют набожные люди, они с удовольствием показывают, наверное, пальцами на грешников и говорят, вот, посмотрите, как он ведет себя. И как-то уж очень, очень, вот этот факт меня коснулся, недавно снова статью одну такую посмотрел про евреев, этих ортодоксов, и вот в этой статье был такой как бы рассказ, человек рассказывает, что ехал я, это было в Израиле, в аэропорте, в маршрутном такси, который забирает пассажиров с разных вот адресов, и на одной из остановок пассажиры, им пришлось ждать слишком долго пассажира, и видят, что приходит молодой человек, но в одежде он был этого хасида, праведного такого еврея, да, и говорит, в этот момент все в этом маршрутном такси начинают проявлять свое недовольство и открыто высказывают еврею этому, какой же ты верующий, если ты так заставляешь себя ждать, и много таких упреков в его адрес высказано, ну действительно, может быть, этот молодой человек неправ, но с другой стороны, не будь он евреем, вот таким ортодоксальным, религиозным, наверное, люди бы возмущались намного по-другому, слабее, и я подумал, что вот что-то происходит все-таки с нами, мы способны показывать на других людей, показывать пальцами, а апостол Павел смотрите, как рассуждает, 2 глава, 1 стих, и так неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже, и мне кажется, что апостол Павел вот в этом, во 2 главе, он как-то пытается захватить свою сеть всех людей, и забрасывает его так далеко и глубоко, что в него попадаемся даже, попадаются все люди, наверное, даже мы с вами, дорогие братья и сестры, сначала он говорит о грешниках, вот в 1 главе, а сейчас говорит о тех, которые считают себя праведными, и он говорит о том, что, вот, что, вот, наверное, не все так просто, как нам казалось, да, мы не предаемся разрату, да, мы не преступники, не убийцы, но в конце концов нам придется признать, что мы не менее виновны, чем все остальные люди, дорогие братья и сестры, и не нужно здесь показывать пальцем на какого-то там блудника, наркомана, алкоголика, или кого-нибудь другого, грехов, так называемых приличных людей достаточно много, можно назвать такие вещи, как я уже даже называл, клевета, сплетни, обманы, многое, многое другое, но просто, наверное, мы научились иногда их прятать в своей жизни, но вот, если бы у нас получилась какая-то возможность взглянуть на сердце наше, и сегодня вот апостол Павел и предлагает это сделать нам, взглянув в свете Евангелия, на наше состояние, на нашу внутренность, посмотреть на себя вот это зеркало, и, знаете, взглянув туда, наверное, мы не совсем обрадуемся, Бог признает таких людей в равной степени виновными, как и все остальные, потому что у нас внутри нас нет этой Божьей праведности. Опять же, недавно вот я обратил внимание на статью, которую написал Билли Грейн, думаю, что в большинстве знают этого человека или это имя, это известный такой евангелист, которого иногда называют пастором Америки, пастором президентов, он отвечал на вопрос вот, и рассказал о самой большой ошибке христиан, которую многие совсем не считают ошибкой. Я вот выписал для себя его фразу и хочу прочитать его вам. Самая большая ошибка, которую любой человек может совершить, это предположить, что он достаточно хорош, чтобы попасть на небеса. То есть, даже более того, можно сказать, что многие люди каждый день совершают эту ошибку, наивно полагая, что наши добрые дела, наше положение уже спасенного человека перевешивают наши неправедные поступки, и только поэтому мы можем попасть на небеса. Дорогие мои братья и сестры, мы должны знать, что Бог действительно абсолютно свят и совершенен, и поэтому даже одного греха человека будет достаточно, чтобы изгнать нас из Божьего в присутствие. Это в школе можно не ответить на несколько экзаменационных вопросов и все равно получить какой-то проходной балл, но с Богом не так. Помните, опять же, пророк Авакум, он говорит, слишком чисты глаза твои, чтобы видеть зло. Ты не можешь смотреть на беззаконие, ты не можешь, Бог, ненавидит зло. Какой бы грех, какой бы величины он не был, большой или маленький, являя и носи, называясь грехом, мы попадаем под этот праведный суд Божий. И вторая глава, вторая часть, я бы сказал, здесь рассматриваются иудеи, евреи. Вы знаете, что евреи всегда, наверное, считали себя несколько выше остальных людей, только потому, что они евреи. Они называли себя иудеи всех других людей, язычниками, то есть, те люди, которые совсем не знают Бога. И апостол Павел, обращаясь к ним, тоже говорит такие интересные слова. Можно посмотреть, например, с 17 стиха и ниже. Он говорит, вот ты, называясь иудеем, успокаиваясь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Божию, разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, светля находящихся в отме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения истины, но как же ты, уча другого, не учишь самого себя, проповедуешь, не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалясь законом, о преступлении закона, бесчестишь Бога. Очень четко апостол Павел смотрит на то состояние, в котором находится иудеи, и оказывается, иудеи, они не так тоже далеко ушли, вернее, вообще никуда не ушли, а несмотря на свою избранность, несмотря на наличие Библии, несмотря на наличие закона Божия, понимания его, смысле своей праведности, эти люди не ничуть не лучше язычников. И вот третья глава, уже первая часть, апостол Павел ставит такой определенный диагноз для всех нас, дорогие братья и сестры. Я хочу прочитать третья глава, девятнадцатый стих, написано, но мы знаем, что закон, если говорит стоящим под законом, так, что заграждаются всякие уста, весь мир становится виновен перед Богом. Весь мир становится виновен перед Богом. и двадцатый стих, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Дорогие мои братья и сестры, вот даже выслушав это вот вступление, наверное, послание к римлянам, я думаю, что у многих из нас появились вопросы, и вот, наверное, это нормальные, хорошие вопросы, в каком состоянии мы находимся, к какой группе людей мы себя причислили, но к какой бы группе мы себя не причислили, мы можем сказать, что нам нужен Господь Иисус Христос, нам нужна Его пролитая кровь, нам нужна Его милость, это не означает, что все виновные и никто не может попасть в Божье присутствие, Бог предусмотрел для нас нечто другое, это жертва Иисуса Христа, Иисус понес грехи наши на кресте Голговском, Иисус принял наше осуждение и наказание, которое мы заслужили, Иисус умер вместе нас, но наверное главная моя мысль, которую я хотел бы, чтобы мы все оставили в нашей душе, не доверяйте свое спасение себе, какой-то своей собственной доброте, своей собственной правильности, своим собственным делам, я так часто смотря на людей, мне кажется, что мы верующие попадаем именно в эту ловушку, мы начинаем успокаиваться и считаем, что с нами все нормально, но в то же время вот это проявление греховное так часто присутствует в нашей жизни, но доверьте свою жизнь Иисусу Христу, как раз, наверное, это цель нашего собрания, чтобы сегодня всякий верующий мог сказать, то, что я еще живу, то, что я еще дышу, то, что я еще хожу, дорогие братья и сестры, это милость Божия, оправдание мое, все то, что происходит в моей жизни, это милость Божия, потому что другого пути нет, мы с вами окажемся все виновны перед Богом, и наше наказание за наш грех одно, смерть, но благодарение Богу, Иисусом Христом, нам даровано другой путь, другая дорога, через принятие его жертвы, через принятие того, что совершил он на кресте Голгофы, мы имеем жизнь, и об этом вторая часть послания к римлянам, которую мне очень хотелось бы когда-нибудь рассмотреть в нашей церкви, но я верю, что сегодня Господь будет дальше продолжать свою работу и говорить нам, а мы давайте склонимся на колени и помолимся. Боже, благодарим Тебя и Славим за то, что Ты предложил для нас путь спасения самый совершенный в Боге. Если бы Ты отдал ему лавоску нам, то мы не один не могли бы спастись, потому что наша праведность как заплаченная одежда и наши усилия они совершенно нечложны, Господь. И поэтому мы благодарим Тебя. на свою усилия, на свою усилия, на свою усилия, чтобы они были подвержением того, что мы посильнее, что мы искупаем, что мы твой народ, мои дети. И делами нашей жизни и Еви со мной мы подверждаем это. Иисус. 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 Песня. Спасибо. 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 Голгофа, крест, его глаза мне в душу смотрят с высоты, О чем-то с болью говорят, и мир затих до немоты. Голгофа, крест, моя душа, и он с ней тихо говорит, Чуть слышно и едва дыша, но слово, как огонь, горит И растворяется в душе. Я с ним готова умереть, И я кричу, кричу толпе, меня к нему на крест, на смерть. Я в боль его войти хочу, и раствориться в боли той, Глаза в глаза, плечом в плечу, хочу висеть, Иисус, с тобой. И сердце стук, и твой, и мой, сольются пусть в один удар, И я умру, умру с тобой, но ты мне нет, с креста сказал. Я умираю за тебя, тебе не нужно умирать, Живи, живи душой любя, способной все простить, понять. Снимаю я вину твою, прощаю, так же ты прощай. Он показал мне на толпу, прости, пойми, не осуждай. Голгофа, крест, и он, и я, и нет здесь больше никого. Мои глаза в его глазах, с креста струится кровь его. Святые капли в сердце мне, и лишь частичкой малой боль. Сказал ты нет моей вине, на крест вознес ее с собой. Живи, живи, и в тишине слова твои мне, как ожог, И как набат звучат во мне, и дорог сердцу каждый слог. Голгофа, крест, и мы с тобой, я плакать даже не могу. За грех ты умираешь мой, а я живу, а я живу. Аминь. Голгофа, крест, и мы с тобой, я живу. Голгофа, крест, и мы с тобой, я живу. Сладких снов, я в заперти, врач и каком. Пусто вокруг, пусто в душе. Где ты, мой Бог, где же ты, где, где же ты, где, где? Скоро придешь, кончился день, минула ночь. О, не забудь, кто поспеши, пусть и огонь моих ты разреши. Труден мой день, тягост на ночь, ты лишь один, сила помочь. Долго еще ждать не ответ, вспыхнет ли вновь, счастье рассвет. Где же ты, где, 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 где? Скоро придешь, скоро придешь, кончился день, минула ночь. О, не забудь, кто поспеши, пусть и огонь моих ты разреши. Будет и день, будет и ночь. Ты ведь придешь, ужас и прочь. Сколько всего мне пережить, я буду ждать, я буду жить. Где же ты, где, 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 где? Скоро придешь, скоро придешь, кончился день, минула ночь. О, не забудь, кто поспеши, пусть и огонь моих ты разреши. Не в славах молитвенных речей И не в песнях жизнь души моей Вся она сокрыта во Христе Все мои источники в тебе Вся она сокрыта во Христе Вся она сокрыта во Христе Все мои источники в тебе Не в желаниях я ищу покой И не в счастье дана мне тобой Песня одна всегда звучит во мне Все мои источники в тебе Песня одна всегда звучит во мне Все мои источники в тебе Все желания приношу тебе Все мои источники в 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 тебе ты пищи все во мне все мои источники в т.е. разве мне от сноя ты не сей спрячусь я в тебе в болящий день а спою пустыни я тебе все мои источники в тебе вас пою пустыни я тебе все мои источники в тебе сила врачям не кругом грозит но души господней и вещи полную победу даты мне все мои источники в тебе полную победу даты мне все мои источники в тебе ты моя опора и покой крепости покров спаситель мой вечное блаженство дал ты мне все мои источники в тебе вечное блаженство дал ты мне все мои источники иисус умирал на голгофе за всех он взял на себя человеческий грех что всякому грешному сердцу явилась ни с чем не сравнимая божия милость иисус доказал что господь есть любовь он умирал за нас с тобой а если б немногие души спаслись и бога в иисусе распятом нашли а если бы крест где людской грех оплачен к спасению нескольких был предназначен и мир остальной встал неверия стеной он умер бы все равно а если бы то что иисус совершил спасением единственной стало души а если б один пред распятием склонился а если бы только один помолился и ради души этой грешной одной он умер бы все равно а если б никто не поверил христу а если б никто не пришел к кресту а если б никто его жертвы не принял если бы кровь его всякий отринул а если б иисус знал что будет темно он умер бы все равно такой любовью он мир возлюбил за грешников чашу страдания и спил что всякому грешному сердцу явилась ни с чем не сравнимая божия милость за всех за немногих за каждого он распятием был казнен и я к иисусу с грехами пришла и я ураспятия спасение нашла и я пред иисусом склонила колени и я получила грехам всем прощение и я на голге на голгофе сумела понять что умер он за меня а кто-то спасение этот верх но если мне скажет один человек что крест иисуса души не спасает неправда отвечу я верю я знаю если мне скажет об этом весь мир не усомнюсь ни на миг что мой иисус за меня умирал что мой иисус смерть навеки попрал что мой иисус даровал мне спасение что в нем я имею жизнь воскресенье ему поклоняюсь ему я молюсь со мною мой иисус аминь слава господу братья и сестры мы очень благодарны ему за то что он любит нас и с отцовской заботой обращается с нами и к нам было слово где подмечалось о том что люди пытаются где-то но своей праведностью своими делами какими-то своими заслугами проторить себе дорогу в в небо но это ошибочное понимание потому что христос сказал я дверь овцам я из путь истинная жизнь и никто не приходит к отцу как только через меня 1 петра 2 глава 9 стих сказано но вы род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет но вы род избранный царственное священство в иисусе христе господь избрал нас для спасения и мы читаем 2 коринфянам 5 глава 14 15 стихи ибо любовь христова объемлет нас рассуждающих так если один умер за всех то все умерли а христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего и деяние 10 глава 43 сказано о нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его давайте скажем еще раз слава господу мы глубоко верующие люди в иисуса христа мы верим то что он божий сын мы верим то что его жертва она принесла нам спасение искупление и примирение с отцом небесным и в первом тексте который я читал сказано люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет возвещать его совершенство говорить о нем не стыдясь не краснея не подразумевая а напрямую возвещая что он божий сын он принял плод человека пришел на землю он прошел по земле он облегся в одежды раба он принял нашу вину поднялся на крест и умер чтобы мы могли стать сегодня с вами царственным свершенством я хочу попросить давайте встанем на ноги буду читать текст священного писания мы его очень часто слышим будем сейчас понимать одиннадцатая глава первое послание коринфянам павел пишет ибо я от самого господа принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб послушайте как звучит господь иисус в ту ночь и наши взоры устремляются в какую-то ночь события которое совершилось одной ночью в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарил преломил и сказал примите едите сие есть тело мое за вас ломимое сие творите в мое воспоминание так же и чашу после вечери и сказал сия чаша есть новый завет моей крови сие творите когда только будете пить в мое его воспоминание ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господню возвещаете доколе он придет раньше мы слышали возвещать совершенство призвавшего нас и вот принимая участие в трапезе господней мы возвещаем его совершенство возвещая о его спасительной для нас смерти посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем от того многие из вас немощны и больны и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром вчера у нас было молодежное собрание и была тема как помочь окрепнуть духовно ослабевшему человеку или что должен делать человек упавший духовно как он может подняться где назывались причины падения вот что ведет к падению как помочь ему что он должен проделать чтобы подняться а потом мы касались темы исповедания исповедь какая-то вина какой-то грех как тяжкая ноша давить к земле и могут года целые проходить и человек томится человеку трудно дышится ему жить очень тяжело и сложно ему каждый следующий шаг дается огромнейшими усилиями и только потому что в его сердце сокрыта вина какой-то содеянный грех неисповеданный непрощенный который просто прирост к нему и он не может от него отряхнуться и здесь апостол павел подчеркивает если бы мы судили сами себя то не были бы судимы с миром если бы мы судили сами себя мы сейчас помолимся братья сестры у нас нету много времени чтобы услышать каждого чтобы заявили и мы услышали если кто-то есть на этом месте в этом собрании кто чувствует что виновен нужна Божья благодать прощения необходимо Божье прикосновение чтобы кровь Иисуса упала и смыла эту вину и удалила грех и чтобы свобода воссияла торжество и готовность чтобы пришло чтобы тогда когда я протягиваю руку к хлебу указывающему наломи мое тело или чаще говорящий о крови чтобы в моем сердце было торжество я делаю это как должно зерзновением и с полной готовностью внутри себя и в моем сердце поэтому я хочу просто спросить кто из вас чувствует что о вас должна совершиться молитва чтобы церковь ходатайствовала о вас просто поднятая рука это будет понятный жест бог видит больше бог видит сердце давайте будем молиться будем молиться друг о друге будем просить будем ходатайствовать и с верою будем принимать его прощение и его милость слышите и с верою будем принимать его прощение и его милость без которых спастись невозможно молимся Господи Бог наш Мы Тебя сердечно благодарим за это воскресное собрание, которое мы имеем в первое воскресенье месяца, каждый раз, воспоминая смерть и Твои голговские страдания, муки и позор, через которые Ты прошел, добывая наше спасение. Господь, Слово Твое говорит, что вера без дел мертва. Помоги же, Господи, чтобы наша вера, глубокая, живая вера подтверждалась богоугодным хождением, правильными делами и поступками, правильной речью, Господи, образом мышления, Создатель милосердный. А мы без Тебя не в силах, мы понимаем, что это важно, что это нужно, без этого невозможно, но сами по себе мы не сможем. И поэтому к Тебе идем, к Тебе обращаемся, просим у Тебя, помоги нам, Господи, проси то, в чем виновны. Омой Твою кровь, я очисти, я святи, убери, Господь, Аллилуйя, потому что Ты облегся в эти одежды раба, взяв нашу вину и наши грехи, поднялся на крест и умер за нас, за нашу вину, за наши грехи, за наши преступления. Чтобы сегодня я, молитвенно и с верою, обращаясь к Тебе, мог принять прощение и мог возрадоваться в сердце, что прощен, помиловат, принят. Аллилуйя, Господь мой, слава Тебе. Именем Иисуса Христа, Господи, я благословляю каждого братика, каждую сестричку, и все наше собрание именем Иисуса Христа благословляю. Да будет так, как угодно, воле Твоей, Святой. Мы Тебе благодарными остаемся, превозносим имя Твое, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Я повторюсь, апостол Павел пишет, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите, съеясь тело мое. Давайте будем молиться о благословении Теба. Будем молиться. Господи, Бог наш, мы сердечно Тебя благодарим за то, что спустя две тысячи лет мы читаем Слово Твое, мы внимаем, мы глубоко верим Ему, и взоры наших сердец устремляются туда, в эту горницу, где Ты, Иисус, с учениками совершал вечерю, указывая на страдания. И сегодня наши взоры не только туда, а уже и на Голгофу, где Ты Твоими страданиями, позором, унижением и Твоей смертью ковал наше спасение. Аллилуйя, Господь, приобретая нам свободу, прощение, искупление и примирение с Отцом Небесным. Аллилуйя, Господь мой, слава Тебе. И поэтому сегодня с желанием, с готовностью и с благодарностью мы совершаем заповедь Господню. Наше сердце радуется, и в нем великая благодарность за совершенное Тобою для нас спасение, искупление и дарованную вечную жизнь и полноценную жизнь здесь, уже на земле. Тебе вся слава, честь и хвала, да будет Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. И сказано, и преломил. Ему имя чудный, Ему имя чудный, Вечный и Святой. В день великий судный, В день великий судный, В день великий судный, Будет Он судьей. Ему имя славный, Ему имя славный, Образ Божества. Царь небес державный, Царь небес державный, Ангела глава. Царь небес державный, Царь небес державный, Ангела глава. Ему имя слово, Ему имя слово, Слово вечный Бог. Без Его покрова, 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 Без Его пок верный может мудрец пророк он любви бессмертной он любви безвестной нас есть мы и сплет о любви безвестной но любви безвестной нас есть мы и сплет еду или нежный у меня нежный пастырь божий стакт океан безбрежный океан безбрежный милости отрак океан безбрежный океан безбрежный милости отрак о первосвященник он первосвященник мощный и благой грешный мироплений грешный мироплений в нем нашел покой грешный мироплений грешный мироплений в нем нашел покой его имя ему имя чудный ему имя чуд вечный и святой в день великий суд в день великий суд в день великий суд в день великий суд в день будет он судьё помолимся о чашу Господь наш Благодарим тебя за кровь твою пролитую за нас и оправдание наше ты отдал самому себя жизнь свою для того чтобы мы могли сегодня иметь жизнь тебе и мы благодарны тебе за это Иисус просим тебя о том чтобы сегодня твои благословения они пришли в нашу жизнь снова чтобы мы могли жить для тебя для славы твоей Господи чтобы наша духовная жизнь она возрастала чтобы Господи прикоснувшись тебе мы прижили твои благословения твое прикосновение благодарю тебя за кровь которая смывает всякий грех за кровь которая очищает всякого грешника который Господи приходит тебе благодарим тебя за все наш Бог Аминь мы будем приступать к вечерей Господней имеют право участвовать в вечерей Господней те братья и сестры которые не несут церковные изыскания те которые с миром церковью в церкви те которые не имеют внутри каких-то противоречий или осуждения с верой участвуйте и получите от Господа благословение если есть гости из нашей церкви из других церквей если вы в мире со своей церковью то имеете право также участвовать в нашей в нашей церкви пусть всех вас благословит Господь в нашей церкви 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 Любимый первенец был в мучениях, на кресте распят ее свет и утешение на Голгофе, на кресте. Субтитры создавал DimaTorzok Церковь, дорогие братья и сестры, ищите веру в вашем сердце, прикасаясь к хлебу, к чаше. Прикасайтесь к самому Иисусу Христу, от Него сила исходит, Он тот же, Он не изменяется, Он хочет помочь тебе, Он хочет ответить на твою нужду, исцелить твою болезнь, прочевать твою немощь. Он хочет поднять тебя духовно, Он хочет стать камнем, на котором бы ты мог основаться и стоять твердо, непоколебимо. Аллилуйя, Господь! Твоим именем благословляю Божий, Твоим именем благословляю Церковь Твою, сыновей, дочерей, Господь, благословляю Твоим именем. И прошу, возбуди себя веру в каждом сердце, а воотче, Аллилуйя, Господь мой, Аллилуйя, Господь мой, чтобы возвещалась слава Твоя, сила Твоя, величие Твое. Потому что Ты есть призвавший нас из тьмы в чудный свой свет, Господь. Ничто другое и никто другой не может и не Богу то, что только Тебе по силам, Господь. Поэтому Тебе вверяю и в Твои руки отдаю и прошу, чтобы Ты действовал и продолжил Твою работу. Вот Божий Сын лед кровь свою на Голгофе, на Голгофе, там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Но я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе, на Голгофе, но я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе, ой, если всякий поспешил на Голгофу, на Голгофу, И время тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко кресту пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто зашел. На Голгофу, на Голгофу, разбойник ко кресту пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто зашел. На Голгофу, на Голгофу, хотели мы всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, Чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе, о Церковь Божия вставай, И в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай, о Голгофе, о Голгофе, о Церковь Божия вставай, И в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай, о Голгофе, о Голгофе. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа омыла меня, от всякого греха. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа омыла меня, от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Кровь Христа омыла меня, кровь Христа омыла меня, кровь Христа омыла меня, Кровь Христа омыла меня, от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа омыла меня, Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он обнищал ради вас, ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Слава Господу, братья и сестры! У Христа хочу стоять, созерцать душою, как сколгов и благодать в мир течет рекою. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь моя заила. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа открылся мне кроткий огнец Божий, Он привлек меня к себе, стал всего дороже. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа, у Христа, честь моя и слава, пусть и этим выразится наше смирение, наша покорность и наше благоговение перед Богом. Колено преклоненно мы споем. Пожалуйста, поем вместе. У Христа я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять в царство безнадежный. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. У Христа, у Христа, честь моя и слава, там спасенье полнота на блаженство право. Аллилуйя, Господь! Господи Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, за великую Твою милость, которую Ты явил нам, проходя на Голговском кресте, Господь, эту тяжесть, которую Ты понес, страдая плотью, телом Твоим, Боже, Ты взял на Себя нашу боль, Ты взял на Себя наши проклятия, Ты взял грех наш, Господь, слава Тебе, благодарим Тебя. Ты великий, Господь, в милости Твоей любви к нам, Господь. Слава Тебе, прославляем Тебя, Господь. И Своей кровью смыл наш грех, Господь, освободил нас от вины, и сегодня чувство свободы, Господь, в наших сердцах. Господи, слава Тебе, Ты снял, смыл и просил нас, Господь, и ввел в Церковь Твою, и мы благодарим сегодня, что мы собраны воедино, Господь, что мы едины в Тебе, Господь, что мы соединились с Тобою, и друг с другом мы едины, Господь. Слава Тебе, мы братья, мы сестры, слава Тебе, а Ты есть наш Отец, глава Церкви, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты создал эту Церковь свою здесь на земле, Господь, и врата ада ее не одолеют, и даровал нам Твое имя наступать на всякую силу вражью, Господь. Смерть не смогла Тебя удержать во гробе, Ты воскрес, Господь, и сегодня находишься одесную Отца. На престоле слава Тебе, благодарим Тебя, Господь. И мы приходим к престолу благодати через жертву, через кровь Твою пролито на Голговском кресте, и имеем право, Господи, Ты даровал нам это право, Господь, удостоил нас взывать Тебе и приходить к этому престолу великому, чудному, слава Тебе. И благодарим Тебя, что от престола Твоего из сердца текет эта любовь на землю, изливается на многих людей, и она способна принять, Господи, и обнять всех людей из земного шара. И кто верует Тебя, спасен будет, слава Тебя. Благодарим Тебя, Боже мой, за этот час, за это служение, что мы вместе. Господь, наши сердца не могут вполне выразить той любви, той благодарности, которую мы имеем Тебе. Ты пленил нас любовью Твоею, и мы Твои, Господь, прославляем Тебя и воздаем славу. Прими, Господь, эту славу и благодарение сердец людей, сердец народа Твоего. Да будет Тебе честь, хвала и поклонение, как Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Я очень благодарен Богу за то, что по Своему верному обещанию Он с нами, Он в нас, Он дает нам прочувствовать и пережить это торжество, этот глубокий мир, покой и удовлетворение. Но это, спасибо, это возможно только с Ним, потому что радость во Христе, это неприходящая радость. Она простирается далеко за пределы земного бытия. А земная, не связанная с Иисусом, это такая сиюминутная, временная. Тут улыбнулся, а через время уже слезы и утешения нет. А Иисус Христос всегда источник и жизни, и утешения, и радости, и всяких благ. Может быть, кто-то в нашем собрании услышал голос Господа, зовущего вас к себе. Может быть, вы еще не примирились с Иисусом, были сторонними наблюдателями, долго взвешивали, сверяли, сравнивали, и сегодня вдруг решение в вашем сердце. Пойду, покаюсь, приму Иисуса, пойду за Ним по жизни, буду служить Ему, буду принадлежать Ему и здесь, и целая вечность впереди. Если кто-то есть на этом месте, кто хотел бы принять Иисуса, открыть сердце свое и пригласить Его, назвав Господином, хозяином своей жизни, вы можете сделать это прямо сейчас. Можете вперед проходить. Ваша поднятая рука будет понятным сигналом. Если кто-то в нашем собрании, пожалуйста, мы готовы молиться вместе с вами, готовы молиться о вас. Я во имя Господа вас зову. В этом нуждается ваше сердце, ваша бессмертная душа, если вы еще без него идете по жизни. Мы будем молиться еще о нуждах. И я хочу, смотрите, у меня открытка, уже вы догадываетесь, что за этим стоит. Член церкви Благодать города Минска Криваль Данил Андреевич и член нашей поместной церкви Леоновец Ольга Васильевна желают создать семью и просят молитвенного благословения церкви. Мы благодарны Господу за это радостное объявление. Оно называется оглашение. Оглашение. Был день не так давно, когда родители приезжали. Почти вся семья была Даника здесь. Имели общение в доме родителей сестрички Оли. Я увидел, что было полное согласие, было счастье, была радость, было торжество. И вот уже сегодня оглашение. На какую-то дату брак намечен? 20 августа намечено бракосочетание. Возможно, будет на базе недалеко от города Минска. Но мы вас приглашаем на ПМЖ у Брест. Если... Ну, вы можете сказать Иегова Ире. Это ваше право. Так что Господь да благословит. Мы помолимся о том, чтобы Бог благословил и дальше их подготовку к браку, а потом и торжество, посвященное бракосочетанию, и само бракосочетание, а потом и уже семейную жизнь, чтобы Бог благословил. Кроме этого, подходили ко мне семья Киргей, Сергей и Оля. Они уезжают на ПМЖ за океан. Просили помолиться о них, чтобы Бог благословил. Пожалуйста, где вы есть, тоже пройдите сюда. Пройдите сюда. Мы хотим вас увидеть еще. А то... Ну, когда еще это будет? В гости приедете. А знаете, года целые надо ожидать. Вот. И нужды еще у нас. Молодежь записываться на выезд в субботу у Наташи Нечипорчик. Ну, молодежь знает, о чем речь идет. В субботу будет выезд. Если все согласуется, возможно, в Бульково. Там интересная, хорошая база, место хорошее. Так что готовьтесь. Ну, насчет Малина. Будут объявления попозже. Дорогая церковь, мы очень хотим еще детей. Благодарим, что у нас есть дочь. Но мы еще хотим и у нас... Ну, нет беременности. Мы просим поддержать молитвы за эту нужду. Это же святая нужда. Вы помните, Христос, сотворив человека, потом жену ему дал. И первое порушение – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И вот здесь желание, чтобы... Благодарны Богу за доченьку. А хотим, чтобы Господь дал нам и еще деток. Поэтому мы будем молиться, чтобы Бог благословил. Благодарю Господа за ответы и прошу молиться за жилье и работу. Сестра Аня написала. Да, я верю, что Господь распоряжается и в этой сфере. И работу найти, и жилье. С жильем решить. Благодарю Господа за милость, за любовь. Прошу молиться за дочь Катю и за Анны Инессу. Сестра Света писала. Благодарю Господа за всемилость. Ей прошу помолиться за мой дом, детей. И особенно за мужа будем молиться. Дорогие братья и сестры, благодарю Господа за благополучное рождение моей правнушки. Прошу помолиться об исцелении моей братовой, которая перенесла тяжелейшую операцию на сердце. Сестра Валентина. Это ваша записка, я так и понял. Благополучно. Слава Богу. Сестра Валентина, мы вас поздравляем уже. Наши молитвенные ожидания увенчались, и Господь ответил. Будем благодарить. Если есть еще нужды, пожалуйста, можете заявить. Если в записках. За внука? Слава Богу. Ну, я улыбаюсь, я знаю почему. Слава Богу, Господь да благословит. Поздравляем тоже. Еще какие нужды есть? Шестой на Стофеева. Да. Мы будем молиться. Пожалуйста, поднимите руку, у кого нету нужды. Никакой. Нет, у всех есть нужды. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты из нас, таких простых, незаметных, незнатных, создал семью, имя которой церковь. И пребывая в ней, Господь, мы учимся печалиться вместе с теми, кто в печали, и радоваться с теми, кто радуется. Господи, мы призываем Твое благословение на Даника и Олю, которые, полюбив друг друга по обоюдному согласию, они решили создать семью. И сегодня в нашей церкви их оглашение. Они сегодня получают новое звание, возвышенное, торжественное, радостное жениха и невесты. Благословляем их именем Твоим, чтобы они достойно пронесли это звание до того дня, когда получат новое муж и жена Господь. Молясь и благословляя, в Твои руки святые их вверяем Боже. Также благодарны Тебе за семью Киргей, Сергея и Олю, Господь, за их деток, которые были с нами, трудились, молились, совершали служение, Господь. Но они приняли решение переселиться на постоянное место жительства, другое место, Господь. Сегодня мы просим, чтобы они были благословлены Тобою, Господь, перелеты, взлеты и приземления, благослови, Господь. Также, когда приедут туда, чтобы они там нашли доброе место для жилья, церковь, Господь, и будут членами церкви, где бы могли трудиться и быть благословением для той церкви, членами которой будут, Господь. Также все нужды, которых так много было заявлено в этот день, мы именем Иисуса Христа благословляем, Господи. Благодарны Тебе за благополучное рождение внучки, нашей сестрички, Аллилуйя, Господь. И именем Иисуса благословляем и просим, чтобы Ты положил о них Твою заботу. О Ромке молимся, который в больнице до сих пор, и там врачи прилагают усилия. Но нам нужно Твое благословение, нам необходима Твоя помощь именем Иисуса. И эту нужду и все другие благословляем, Господь. Каждый брат и каждая сестричка имеют какую-либо нужду. И я и все их именем Иисуса благословляю, молитвенно и с верой полагаю пред Тобою. И мы будем в ожидании веря, что нашему Богу все возможно и невозможного только Ему не существует, Господь. За это собрание, за Твою благодать, за Твою милость, за Твое присутствие среди нас, мы Тебе, поклоняясь славу и честь, воздаем нашему Господу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Дорогие! И Оля, поздравляем вас! Вы знаете, новое с вами. Господь, он может славить вас. Господь, он может славить вас. Господь, он может славить вас.